Всем привет! Вы замечали, что сейчас мода на все натуральное? Натуральные продукты, ткани, говорят, что даже числа теперь и то натуральные. Что бы можно было считать, так сказать, по-модному? Да ладно! Конечно же, натуральные числа – это из другой области и появились они задолго до того, как мы вообще придумали слова «мода» и «тренд». И сегодня мы разберемся, что это за числа такие. Начнем сразу с определения. Натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов. Хотите пример? Он есть у меня. Это один, два, три, четыре и так далее до бесконечности. Это натуральные числа. Числя. Числя, клякля. Хотите пример? Он есть у меня. Это один, два, три, четыре и так далее до бесконечности. Это натуральные числа. Для каждого из них следующим будет больше на один. Заметьте, ноль не является натуральным числом. Как же так? Спросите вы меня. Ведь при счете мы его используем. Например, у меня ноль островов или ноль самолетов. А как хотелось бы, чтобы было иначе. На самом деле это не число пересчитанных предметов, а их отсутствия. Ноль. Их просто нет. Вспомните. Начинаете ли вы счет с нуля или с единицы? Ну, один, два, три. Нуля в этом порядке вообще нет. Сколько бы мы не двигались в этом ряду, увеличивая число на единицу, к нулю мы не придем. А какое самое маленькое натуральное число? Думаю, вы легко ответите на этот вопрос. Расчет начинается с единицы, значит, это и есть самое маленькое натуральное число. Сейчас озвучу простое правило, ну прям очень простое. Каждое натуральное число, кроме единицы, больше предыдущего натурального числа, причем больше на единицу. Ну, правда же простое? Нам же понятно, что 2 больше 1 ровно на 1. И, например, 357 больше 356 также на единицу. Со всеми натуральными числами можно выполнять различные действия. Основные. Сложение, вычитание, умножение и деление. Отмечу, что не каждый из них приведет нас к натуральному числу. Ну, если брать сложение, то оно всегда дает натуральное число, если изначально и складывать числа тоже натуральные. Проверим. Предлагайте числа. Так, 5 и 7. Натуральные числа. Складываем. Получаем 12. Тоже натуральное. Еще давайте. 23 и, ну, вот возьмем предложение с числом 6. Числа натуральные. Складываем. И в результате у нас получается 29. Натуральное число. Прибавление этих чисел можно представить как многократное прибавление единиц. Например, 4 плюс 3 это 4 плюс 1 плюс 1 и еще плюс 1. 4, 5, 6, 7. Итог 7. Понятно, что с большими числами это представить гораздо сложнее. Но суть, суть-то ясна, правда. Поэтому запоминаем правило. Прибавление единицы к числу дает следующее за ним натуральное число. А сейчас переместимся на несколько десятков тысяч лет назад. Все переместились. Так вот, именно в этот период уже начали предприниматься первые попытки подсчета чего-либо. Понятно, что не сидели древние люди с каменными калькуляторами или счетами и не высчитывали стоимость взятой в ипотеку пещеры. Они просто делали зарубки, например, считая число голов в стаде. Найденные археологами следы показывают, что у людей зарождались какие-то системы исчисления. Зарубки группировались иногда по пять, иногда по семь. Интересно, что древние люди имели нередко только два числительных, один и два, а все остальное это уже было много, представляете, и просто не заморачивались. Много и все. Знаете, какими были самые первые приспособления камни для подсчета? Про каменный калькулятор я уже пошутил. Другие версии есть, а ведь шутка-то недалека от истины была. Именно камни использовались для счета. Человек, чтобы показать, сколько у него голов в стаде, клал в мешок по камню и за каждую голову получал по пять тысяч рублей. Именно камни использовались для подсчета. Человек, чтобы показать, сколько у него голов в стаде, клал в мешок по камню за каждую голову. И сейчас, внимание, главная фишка истории, слово калькулятор как раз произошло от латинского камень. Вот это поворот! Ну, как вам такой урок математики? Много интересного узнали. А на сайте у нас есть еще больше информации, так что читайте, изучайте, под видео коменты оставляйте и, пожалуйста, лайкайте, лайкайте, лайкайте. Заодно проверим, как сложение натуральных чисел работает. Раз лайк, два лайк, три лайк, будет вообще четыре. А пока у меня все. Еще увидимся на уроках! Вот это поворот событий! Вот это поворот! В стиле чего? Ну, я не видел там, вставка такая, чувак такая, типа, вот это поворот! Нет, я что-то колхозненько стал похожим. Вот это поворот!